Всем привет, дорогие друзья! 3 марта, с вами Игромания Утром, Павел Болоцкий, и мы готовы вам рассказать самое свежее, потрясающее, что есть в этом мире, естественно, игровые новости. Давай, Павел. Начнем с обещаний. Ну, не наших, а обещаний Electronic Arts. Финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсон рассказал на вчерашнем Media & Telecom Conference о планах кампаний по выпуску игр, в том числе еще не анонсированных. У нас впереди отличный год. Шутер от первого лица Battlefield выйдет в третьем квартале. Конфернт. Ровно как и игра от нашего партнера Respawn, вторая часть Titanfall. Конфернт. Заявил Йоргенсон. Конфернт. В первом квартале у нас будет Mirror's Edge, но это мы уже все знаем. Да, в августе. В августе что-то? Или я с ума сошел? О, господи. Нет, в мае же. Да, что-то такое. Я не помню. Я уже с ума сошел реально. Мы все сошли с ума. Я почему-то, а, в августе Дэлс Экс. Все. Напутал. А в четвертом научно-фантастический экшен Mass Effect. Если переводить его слова на наши даты, то в этом году вы увидите Battlefield и Titanfall. Ну, Battlefield какой-то под номером, может быть, пять, а может быть, опять. Я не знаю, почему он начал с третьего квартала, потом пошел на первый, а потом на четвертый. Видимо, вспомнил. Что с тобой? А, у нас же там еще где-то. Что с тобой, Blake? Mass Effect еще где-то там. Да, где-то там завалялся. В общем, Titanfall 2 выйдет в этом году, Battlefield новый какой-то выйдет в этом году. Ну, предположительно, это будет пятый Battlefield. Ну, предположительно, они могут его назвать так же типа Hardline. Ну, не, ну, Hardline это был эксперимент. И Easy Life. Easy Life. Tag Life. Вот. Mass Effect Andromeda ждите уже в следующем году. Да, ну, четвертый квартал, он заканчивается 30 какого-то там, 30 марта. Сколько в марте дней? В общем, в конце марта следующего года. 31, да. Суть в чем? Мне очень понравились комментарии, прежде чем обсуждать это все. Мне первый комментарий. Лучше бы Andromeda в этом году выпустили, а эти две шляпы на тот год. Прям ателье какое-то. Мне шляпа, пожалуйста, на тот год, а вот Andromeda в этом. Да, Andromeda в этом по-любому. Хотелось бы, конечно, видеть, но, ну вот, уже нет. Скорее всего, да, это будет уже март, февраль. Да, это январь, февраль, март, это последний квартал, да, последний квартал. Ну вот тут есть пояснение. Поскольку фискальный год Electronic Arts начинается 1 апреля, это означает, что выход Titanfall 2 и Battlefield 5, Battlefield, стоит ждать с начала октября по конец декабря, что соответствует слухам. Ну и плюс обычно выпускают в ноябре все шутеры вместе с Call of Duty. Ну, вы и так знаете, что каждый ноябрь в вал релизов... Всегда что-то выходит, да. ...всякие там вот эти шутеры, всякие вот эти AAA-проекты, всякие вот эти Assassin's Creed и прочее выходит все в ноябре обычно. Все, что надо хорошо продать. Все, что надо хорошо продать, выпускается перед праздниками, на которых все это искупается. Ну вот, а Mass Effect Andromeda должна увидеть свет в 2017 году до 31 марта, когда кончается четвертый квартал. Квартал. Квартал, да. Electronic Arts. Да, ну не только Electronic, а вообще многих компаний, которые так ведут отсчет от 1 апреля. Вот, хорошая новость с одной стороны, теперь мы знаем хотя бы примерно точно, так скажем, когда все это появится дело у нас. Ну, меня интересует в данном случае больше всего Mass Effect Andromeda, потому что, ну, Battlefield, ну, Battlefield. Я не думаю, что там что-то будет. А что? Ну, если вот... Ты будешь лазерами из глаз стрелять? Не-не-не, зачем? Есть серия Battlefield, которая нравится игрокам, но которую немножко не туда начали развивать в определенный момент, но не суть. Bad Company. То есть отличное сюжетное... Не дополнение, а там ответственность. Ты думаешь, что это будет не номерная часть? Ну, Bad Company может быть под номером 3. Не, ну, Bad Company, Bad Company, мне кажется, что все сейчас ждут очень Battlefield 5, потому что они... Многие разочарованы были Battlefield 4, потом еще Hardline всех добили. Ну, разочарованы я бы не сказал, потому что онлайн там все равно довольно больше играют. Тем не менее, но многие, я помню, фанаты и на старте, и потом, и даже сейчас. Вот, вот третья, вот раньше, да, верните мне Battlefield 3 там. Ну, с такой позиции им бы наоборот тогда не выпускать Battlefield 5, потому что если они сделают... Ну, может они Back to the Roots там все дела. Ну, не знаю, я бы не отказался от Bad Company 3 с таким вот сюжетом из Bad Company 1, чтобы прям вот черный юмор, компания друзей, каждый с разным характером, и на этом фоне интересные шутки, моменты, всякие забавные ситуации. Потому что второй Bad Company был такой более приземистый, военный, а первый был... Чуваки, наемники ищут золото. Блин, ну это довольно забавно. Их взаимоотношения тоже были довольно забавные. А вот второй там такой уже серьезный... О, там что-то на Нью-Йорк сбросят какую-то бомбу, там вот это все. Ну, в общем... Ну, понятно. Ну, окей, по поводу Titanfall я могу сказать только одно, что надеюсь, что он не повторит судьбу первой части, когда все в восторге были на старте, а потом наигравшись в него как-то просто перестали играть. Перенасытились. Да, перенасытились все очень быстро. Хочется, да, чтобы он был на века, как Battlefield. Я уверен, что Electronic Arts тоже этого хочет. Да и Respawn. Ну, Respawn это и подавно. Mirror Search, ну тут все понятно, он скоро выйдет уже. Что касается Mass Effect, вот я действительно жду его больше всего, как вот этот чудесный комментатор. Я тоже. Я помню, что третий Mass Effect тоже выходил весной. По-моему, в марте. Да, да. И, по-моему, второй... А, нет, второй, по-моему. Вот насчет второго я уже не помню, первый, так и подавно. Я помню, что где-то еще снег был на дворе. Это, наверное, был март. Когда я играл Mass Effect 2, я купил, у меня был диск такой, я купил, устанавливал этот игрок очень круто. Вот. И... Что? А, ну да, Mass Effect Andromeda, скорее всего, выйдет уже в феврале или в марте. Вряд ли. В январе, скорее всего, нет, потому что в январе игры не выходят. И будем надеяться, что переносить тоже ничего не будет. Потому что бывает такая судьба у игр, у многих в последнее время, когда уже доходит до дня релиза, и они такие, блин, что-то не успеваем. Да, да, надо допилить. Да, надо допилить, там... Это двигает еще. Мыльца добавить для консоли и прочие всякие тонкости. Ладно, поехали дальше. Тут, по-моему, уже все, мы все косточки обсосали, которые возможны. Electronic Arts, помимо этого, поделилась подробностями первого платного дополнения для Star Wars Battlefront, который я вам сейчас расскажу. DLC получила название Outer Rim и будет включать в себя две новые карты. Индустриальный район Саласта и тронный зал Джабы на Татуине. Два новых героя, Гридо и Ньен Нунб, пара новых орудий. Вишенкой на торте станет новый режим конвой. Повстанцы должны доставить важный груз на свой корабль в определенный временной промежуток. Задача империи не дать им этого сделать. Дата выхода и цена неизвестна. На дополнение входит сезонный пропуск. То есть для тех, у кого он есть, кто потратил на игру, не помню, на ПК, 7 тысяч, да, было? Или не на ПК? На консолях, помню. 7 тысяч там надо было отдать сезонным пропуском. В общем, радуйтесь, вот такое дополнение к вам скоро придет. Собственно, на фотографии есть герои, которых вы, да, получите. Эти парни, о которых я мечтал всю жизнь, я хотел за них поиграть чудовищно, да. Теперь у меня будет эта возможность. Ну и тронный зал Джабин Фуи нет, конечно. Хорошо. У меня больше индустриальный район. Как это там? На Соласьте? Да, 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 он тоже прикольный. Лава и все дела. Поллава. Вот. Мы были как братья. Да, 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 да. А ты предал нас. Ты был избранным. Да, ты был избранным. Ты должен был стать избранным. Ты должен был стать избранным, а ты просто купил себе сезонный пропуск. Баттлфилд, ой, Баттлфронт. И теперь можешь играть за этих уродцев. Что касается Баттлфронта, его очень хорошо раскупили, когда он вышел. И я думаю, что у игры явно будет будущее. Я даже не думаю, я знаю, я уверен, что будет еще Баттлфронтов всем. Да, у игры с подзаголовком Star Wars все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Вот, поехали дальше. Поехали дальше. А дальше у нас разработчики любимой игры. Георга Акопиана, который, да, теперь уже не работает в гармонии. Сделали еще одну новую игру. Студия Thorn Banner Studios, создатели экшена Chivalry Medieval Warfare, показала первый тизер своей новой игры Mirage Arcane Warfare. Проект посвящен онлайновым сражениям в сказочных декорациях. Судя по тизеру, Mirage Arcane Warfare будет игрой от первого лица. Игрокам предстоит биться друг с другом на аренах. Основной игровой процесс станет ближний бой с использованием холодного оружия. Ну, в принципе, примерно такой же. Да, это просто магический, реально магический Chivalry. Фантастический. Ну, и с графоном другим, естественно. Кроме того, персонажи смогут применять магию. Вау! Ну да, это... Magic. Вот я смотрел рейлер, и у меня ощущение было, как будто я стою за плечом Георга и смотрю на Chivalry, реально. Ну, то есть, ну, только с магией и с такой... с красочным графонием, как сказал бы, Захар. Через неделю разработчики покажут полноценный трейлер, а сама Mirage Arcane Warfare должна появиться на ПК в этом году. Эксклюзив! Эксклюзив! ПК-эксклюзив, да. Девятого... Ауч! Мой бедный iPad обидится. Нет. Девятого марта появится полный трейлер. В принципе, из тизера. Тизер там довольно... Но кто его посмотрит? Все будут играть за Division. Почему? Восьмого марта выходит Division. Восьмого марта выходит Division. Никто не посмотрит трейлер, поэтому решили выпустить тизер заранее. Умно! Да. Умно, да. Согласен. По поводу тизера он довольно хорошо дает понятие о том, что будет происходить в игре. То есть это не тизер. Тизер там, типа, где вам показывают там левую пятку какого-то героя и темно, все, он высвечен, эта левая пятка, и она такая уходит из кадра медленно. Нет, тут все понятно, тут сразу показан геймплей, все, в общем, это такой мини-трейлер, я бы даже сказал. Так что, если, ну, вы сразу можете понять, хотите вы эту игру или нет, даже поэтому мини-тизер трейлера, непонятно чему, в общем. Вот такая вот новость для всех фанатов о Шивлари, я думаю, которые уже миллионы лет играют в эту несчастную Шивлари, мучают ее и такие, хочу, наконец, магия! Да, да, и такие, хочу всех уничтожить фаерболом, вот теперь у вас есть возможность это сделать, я надеюсь, там будут фаерболы. Да, я уверен, 100%. Вот, ладно, перейдем к следующей новости, Microsoft все еще планирует выпустить Phantom Dust, вот это вот очень странная такая, знаешь, я когда читал там новость вчера, что ли, там, позавчера, я такой, что? Phantom Dust, они еще помнят? Глава Xbox подразделения Microsoft Фил Спенсер в разговоре с Polygon рассказал о своей любви к Phantom Dust и о стремлении выпустить игру. Я обожаю Phantom Dust и убежден, что ее механика намного опередилась во время, признался он. По мнению Спенсера, сегодняшние платформы помогли бы раскрыть весь потенциал игры. Phantom Dust вышла в 2004 году на Xbox, на E3 2014, то есть спустя 10 лет, была анонсирована новая часть игры для Xbox One, однако в феврале 2015 года Microsoft прекратила сотрудничество с ведущей разработку DarkSide Studio и заморозила проект. Мне жаль, что мы тогда на сцене анонсировали то, что в итоге не выпустили, как боженько смолвил Фил Спенсер, однако он настаивает, что игра не отменена. Да, я бы так и сказал, если бы проект был мертв, мы начали сотрудничество с разработчиком, но оно не выгорело. С моей точки зрения, в этом нет ничего плохого, не может же все всегда получаться, сказал глава Xbox направления. По его словам, обсуждение будущего Phantom Dust продолжается. Главное, найти команду, которая поймет, в чем суть игры. Блин, если честно, я в Phantom Dust в свое время даже не играл. Same shit. Same shit. В общем, тогда можем, знаешь, рассуждать, как про Шиволари. Любимая игра Фила Спенсера. Я так скажу, что если Фил Спенсер любит Phantom Dust, значит... Пусть сам ее делает. Фил Спенсер, садись и кодь. Ты понимаешь, о чем игра. Кодь, садись и кодь. Любимая игра Фила Спенсера для вас в 2004-м. Наслаждайтесь. Не, ну если серьезно, можно, кстати, включить какой-нибудь трейлер 2004-го года, как раз, чтобы люди посмотрели. Я даже не знаю, где. Я знаю, где на ютубе. Да? Это что, есть ютуб? Да, как раз мы сможем обсудить сильно, или если что-то изменилось. То, что он говорит, что у них не сложилось Dark Side Studio, ну что поделать. Не сложилось, как говорится, не сложилось. Но если запускаешь проект, и он не складывается, обычно ничего хорошего его не ждет после этого. Потому что сейчас придет какая-то другая команда, они будут ее делать либо заново, либо переделать по старым лекалам, или по тем, что делала Dark Side Studio, ну и так далее. Я не знаю. В общем, в Phantom Dust не то, что мы бы хотели прямо очень сильно, а не то, что мы ждем очень сильно. Я бы с радостью, наоборот, в какой-нибудь Шеннум и поиграл бы, который на Xbox выпускали сейчас. Почему бы не сделать в обратную совместимость как-нибудь? Хотя там, конечно, сложно будет. Она же на первом Xbox выходила. Но она давно выходила, и страшно сейчас. Включи, пусть люди насладятся, Phantom Dust. Это для Xbox One геймплей. Слитый геймплей, когда так было. Да, это вот то, что должно было получиться у Фила Спенсера и Dark Side Studio, но что-то пошло не так. Наверное, все. Я не очень понимаю, в чем суть пока. Не, ну это все-таки, я так понимаю, какая-то альфа. Ну да, это один из уровней. Ну проблема, собственно, была в чем, что в Phantom Dust, насколько я помню, играли журналисты, и отзывы были настолько плохие, что просто проект пришлось закрыть. Ну то есть отзывы были прям вот, ребята, в это невозможно играть скучно, уныло и так далее. Ну вот, поэтому, да, проект пришлось заморозить, я не знаю, стоит ли его размораживать, но Фил Спенсер, если хочет, он добьется своего. Не просто же так, он глава Xbox направления. Найдет людей, которые понимают. Да, по-любому. Вот, для всех не фанатов Phantom Dust следующая новость. Ubisoft. А, твоя новость. Да, моя новость. Да, давай. Да, Ubisoft следующая. Да, Ubisoft. Тизер такой. Сейчас будет новость про Ubisoft. Паша. Ubisoft. Ubisoft. Отпразднует выход Tom Clancy's The Division в Москве и Санкт-Петербурге. Если вы живете в этих двух городах, у вас есть шанс попасть на вечерину, откусить торта и, в общем, зажечь по полной. Откусить вечерину. Откусить вечерину, да. 7 марта в Москве и Санкт-Петербурге в магазинах сети M-Video состоятся мероприятия, приуроченные к выходу Tom Clancy's The Division, на которых первым покупателям подарят плакаты и нашивки с символикой игры. Кроме того, первые покупатели будут участвовать в тематических конкурсах. Победители, видимо, в даркзу. Тематический конкурс. Зараженные вещи. Перед тобой три конверта и такой, угадай, в каком сибирское ясно. Да, да, да. Вот, или надо донести зараженный пакет до точки, до вертолета. Да, да, да. Победители получат... Шаурму через вокзал принести, да, не знаю. Кошку через шаурму принести. Победители получат наручные часы или коллекционные издания игры. Я хочу наручные часы. Я пошел. А в коллекционных изданиях помогут тяжелые. Я пошел пешком в M-Video, да. Отлично. Начало продаж в Москве пройдет с 19.00 по 22.00 в торговом центре «Авиапарк». Это метро «Динамо». Да, а в Питере в ТЦ «Галерея». Я думаю, можно не уточнять точный адрес, кому интересно. Метро «Площадь восстания». Метро хотя бы можно указать. Хорошо, метро плохо ориентируется в Питере. Площадь «Площадь восстания», да. Кстати, в Питере есть одно метро, раз уж мы об этом… Одно. Есть одна станция, которая на стене. Я, по-моему, даже как-то один раз раскал этого фильма. Не помню или нет. Там, значит, нарисовано, по-моему, всадники нарисованы. Но они так, за друг другом прямо нарисованы. Там получается, что, по-моему, три лошади и четыре всадника. Да, по-моему, три лошади и четыре всадника. И ты такой смотришь на это и такой… Где? I see what you did, да. На чем же он едет? Пешком бежит. Там один кентавр. Да, да, один просто кентавр, да. Отлично. Официальный релиз, да. Tom Clancy's The Division, как вы уже неоднократно от нас слышали. Это 8 марта. Я не уверен, что у нас получится постримить 8 марта по понятным причинам. Но мы будем прикладывать для этого усилия, так скажем. Да. Поиграть вот Паш точно собирает. Я очень хочу поиграть, да. Может, выйдешь сразу на работу и постримешь? Нет, нет. Я дома буду, на диванчике. На диванчике. Ну, как там, сэр, пройдите на диванчик. Да, пройдите на диванчик. Вот. Ждем все, что я могу сказать про Division, потому что уже, по-моему, скоро настанет момент, когда мы слишком много о ней говорим. Это уже настала неделя, предрелизная неделя. У нас каждый день есть новость. Да, да, каждый день по трейлеру. Да, да, да. Ну, что поделаешь, игра... Да, игра интересная. Игра интересная, крупная. Про Ведьмака, скорее всего, так же говорили. Ну, про Ведьмака вообще замучили, реально. И нас замучили. Про Call of Duty говорят. Про Call of Duty... Говорят, говорят. Говорят, говорят, говорят. Да, Steam. Следующая новость. Steam меняется на образование бандлов, если у вас есть какая-то игра из него. На вас трите ушки, дорогие друзья. Да, бандлодержатели. Бандлодержатели. Бандл... Давай так. Что такое бандл? Оп, поймал. Что такое бандл? Бандл это когда вам, ну, на распродаже предлагают купить, например, все игры компании Ubisoft за, там, 200 рублей. Ну, условно, ну, не все-все-все, а там, типа, 10 игр компании Ubisoft. Иногда, если компания небольшая, то, может, и все игры. Ну, и так далее. Или, там, 10 игр про зомби. Да. Пачка игры про зомби. Да. Так вот, портал PCGamesNN со ссылкой на письмо Valve разработчикам сообщает, что ценообразование бандлов будет меняться в зависимости от того, если у вас есть какая-то игра. Раньше как было, если у вас есть игра из бандл, то Стиму плевать. Он все равно вам продает за эти бессонасловные 200 рублей этот бандл. Таким образом, пользователи смогут докупать игры из комплектов, не затрачивая дополнительные деньги. Если у вас есть что-то из бандла, Стим автоматически снизит цену. Когда эта система начнет работать, не сообщается. Вообще приятная. Да, да, мне очень понравилось. Это вот как есть слово какое-то, когда... Умаслили. Да нет, когда к юзеру относятся хорошо. User friendly. Вот-вот, да, user friendly. Доброжелательная компания Valve, вовсе не корпорация, зла не выпускающая игры с цифрами 3, а добрые дяди, пухленькие, с бородами, сидят там и машут нам ручкой и такие, не хотите 200 рублей платить, платите 180, потому что у вас есть одна из этих игр. Не, ладно, я иронизирую, но тем не менее это очень круто, потому что всегда меня раздражало. У меня там есть, не знаю, какой-нибудь бандл стоит дешевле, чем, например, одна игра из этого бандла. И ты такой, блин, у меня все игры из этого бандла есть, кроме вот той, которая нужна. Но бандл мне не нужен весь. Ну, а тоже интересно, как они будут делать ценообразование. С точки зрения бизнеса я не берусь рассуждать, но довольно... То есть мне раньше, я как думал, ну, я понимаю, ну, типа, они продают бандл, это мои проблемы, что мы есть игры из бандла. Теперь они, ну, типа, супер юзер френдли, мне немножко даже страшно. Что-то они затевают. Ну, нет, просто тогда могут вот произойти какие-то рассинхроны в магазине, что там одна игра отдельно стоит одну сумму, а в бандле, но при этом она в бандле вроде бы идет со скидкой, но так как у тебя есть все остальные, то есть ты, получается, покупаешь эту игру из бандла со скидкой, хотя у тебя все остальные, то есть получается одну игру. Нет, ну, смотри, когда продается бандл, все игры из бандла обычно тоже идут со скидкой, просто не с такой большой. Естественно, она не будет стоить там в разы дороже, чем бандл, одна игра. Ну, в общем, интересно, посмотрим, как это все реализуется. Ну, в общем, Steam, в Куме будет все хорошо, еще больше добра, еще меньше денег, чтобы захламлять вашу библиотеку. Вперед, дерзайте. Едем? Да. Едем дальше. Радуемся Steam'у и едем дальше. А дальше у нас Homefront. The Revolution, которая обзавелась сезонным пропуском. Все-таки обзавелась. Все-таки, точнее, вот так вот, да, все-таки обзавелась. Все же. Все же. Deep Silver анонсировала коллекционное издание Homefront The Revolution для Северной Америки. Голиаф Эдишн, Голиаф Эдишн, получила название... Халк Эдишн, жду игры с Халк Эдишн. От шестиколесной бронированной машины из игры, радиоуправляемая копия которой входит в это издание, стоящее 159, то есть 160 долларов. В него также войдут копии игры в стальной коробке, чтобы не прострелило, если что. В бронированной коробке. Да, если вы вдруг забатхертите, ах ты, сраная игра. Ну, это же для Америки, значит, там у всех по-любому блоки УЗИ, и там та-та-та-та-та, сраная игра, а там стальная коробка, все, сори. 32-страничный артбук, набор костюмов и оружия для кооперативного режима и сезонный пропуск. Набор костюмов и оружия для кооперативного режима, я сейчас почему-то выключился немного из этого мира и подумал, что это про реальную жизнь. Кошечки. Такой, знаешь, костюм, ты такой приходишь домой, тебе звонит дружбан, такой, ну что, гоу-кооп, вот, и такой, да, сейчас я свой костюм надену, такой, типа, сейчас я свои пушки, типа, возьму, и все, можно начинать. Полное погружение. Ты посидишь, да, такой, ну что, я готов. Так, который, сезонный пропуск, который должен открыть доступ к большим дополнениям для одиночной игры, большим. Представитель издательства, представитель издательства отказался комментировать это, заявив, что подробности они сообщат позже. Месяц назад разработчики утверждали, что DLC к Homefront The Revolution будут бесплатными, а тут вот тебе на. Релиз Homefront The Revolution в России состоится 20 мая на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Ну, знаешь, не в первый раз уже разработчики говорят, что либо бесплатные DLC, ну, про бесплатные я сейчас не вспомню на скидку, но вот про отсутствие DLC, я вот помню, вот так было с Dark Souls, например, два, по-моему. Два же? А что они сделали? Они говорили, что... Не будет DLC, а потом сделаем. Ну, они типа, мы сделали полноценную игру, DLC не планируем. Потом проходит месяц. Сделаем мы. DLC всем! Да. Ну, за деньги, естественно. Естественно, естественно. Вот, это было странно, DLC при этом получились очень хорошими, но проблема, ну, именно в том, что, ну, зачем ты говоришь, что не будет DLC, просто молчи. Да. Просто не говори ничего. Не говоришь. Вот я никто даже не спрашивал. Посмотри на Valve, например, да? Просто ничего не спрашивают. Просто сиди и молчи. Зачем ты говоришь, что не будет DLC? А потом приходится выходить на сцену и говорить, ребята, DLC быть. Вот, иногда я не понимаю, что происходит, ну, у издателей и разработчиков в голове в такие моменты, реально, ну, то есть, я понимаю, все может быть, вот решили, потом передумали, там, может, это начальство, там, и так далее, и вам приходится там отдуваться, но, ну, все равно. Все равно смешно и глупо. Про отрезание контента, ну, это, знаешь, это скорее, мне кажется, это скорее из городских мифов, про отрезание контента. Нет, некоторые разработчики, по-моему, даже сами иногда признавались. Но я имею в виду, когда люди сидят, гадают, ага, отрезали мне, там, контента, там, и так далее, когда выпускают DLC в первый день, да, это выглядит не очень приятно. Я, я надеюсь, все понимают, на какую компанию я намекаю, которая любит компаньонов в первый день выпускать. Вот это вообще, вот это, это худший способ, вообще, худший вариант DLC. Я понимаю, что это, возможно, для бизнеса для них и лучше, что они там, и продают кучу этих DLC, но, тем не менее, выпускать, например, DLC с компаньоном, который ты можешь брать в партию свою и гонять с ним всю игру в первый день, это, ну, это, правда, выглядит, как отрезанный контент. Ну, то есть, возьми, запихни в игру сразу, ну, что ты, ну, что ты, словести надо иметь. Ну, ладно, неважно. По поводу Homefront, подожди, ты же играл. Я играл. Скажи хоть что-нибудь. Ну, а я играл в бету, и было видно, что она бета, играл на Xbox One, но мне в целом понравилось, но я говорю, я не скажу, что... На что похоже? Я потому что еще... Сейчас подумаю. Ну, там открытый мир, и, ну, как, относительно открытая карта. Ну, бета, там мультиплеер был. Там был кооперативный мультиплеер, то есть, ПВЕ ушел. А, там ПВЕ был. Да, то есть, ты собираешься в команду, есть, по-моему, четверо, ну, как обычное, стандартное лобби, и вас выкидывают в каком-то месте, и по карте рандомно задание. То есть, задание тоже, как и всегда, но оно может быть в разном месте на карте. То есть, в первый раз ты бегал, там, туда, на окраину, а в следующий раз тебя отправят в другую. То есть, в следующий раз, хотя миссия будет точно самая, там, убить, там, 30 тысяч человек. Вот. Но только сначала тебе надо там убить, а потом, потом тут. Я тебя понял. Но некоторые миссии повторялись. Ну, она была такая, ну, средняя. Ну, то есть, вот такой шутер и шутер, и ничего, то есть, на тебя бегут толпы корейцев. Корейцы там, да? Ну, там, вроде, корейцы. Северная Корея здесь? Нет, а по сюжету первой части корейцы вторгаются в Америку и захватывают, там, все разносят. Великолепно. По-моему, корейцы. Великолепно. Как прекрасно, когда ты не играешь в свое время в игры вот эти, а потом узнаешь, как-то корейцы вторгались в Америку. Ну, вот. И продолжение, ты уже, типа, играешь за партизан. Понятно. Партизанские отряды, ну, игра так и называется, революция. Ну, да. Конфронт революции. Вот. Ну, наверное, будет еще бета, помимо этой, может быть, удастся еще раз прикоснуться и оценить, так скажем. Игра выходит, когда, напомню еще раз? Игра выходит 20 мая. Да, 20 мая, я просто дату точно не помню. Ну, да, перед летом выходит игра, перед Е3. Вот. Е3. Ну, хотя там выйдет Uncharted, вряд ли все будут заинтересованы сильно. Ну, кто-то может быть заинтересованы. Кто-то может быть заинтересованы. Ну, не только Uncharted, Mirosage и вообще. Я, честно признаюсь, я играл в первый, я признаюсь честно, я играл в первый Homefront. Да, и Apple действительно. Да, да. Я согрешил. Клуб анонимных игроков Homefront. Да. Фанатов Homefront. И я довольно много провел времени в мультиплеере тамошнем. И, в принципе, он был такой похожий на что-то между Call of Duty и Battlefield, потому что там была какая-то такая минимум техники. Да. Чернокожий. Вот. И динамика, как в Call of Duty, в принципе, было ок, терпимо. Вот я по динамике больше скорее не писал. Я даже не скажу, что первый Homefront прям полное говно. Вот. Такой средний, супер-средний. Дерьмо. Ладно, не дерьмо. Супер-средний шутан был. Понятно. Этот, скорее всего, будет так же, но его, опять же, скорее всего, поглотят другие более мощные игры, типа Uncharted, Division, возможно, будет дальше продвигаться. Ну, да. По огромной поступью. В мае очень много хороших релизов, поэтому, да, Homefront будет тяжело. Поэтому, да. Если бы он выходил, скажем, в начале августа, когда затишье игровое, хотя кто бы купил его в начале августа? Ну, в начале августа не просто, летом вообще не просто так затишье, потому что, ну, мало, играют меньше в игры, больше бездельничают. Ну, да, да. И ездят по разным странам. И загорают. Даже если не ездят, просто загорают у себя на лужайке. Да. Вот. Мы обязательно в любом случае постримим Homefront Revolution. Посмотрим, оцениваем, может быть, пройдем на стримах кампанию. Даже я не знаю. Черт не шутит. Мы идем дальше. Энтузиаст снял энтузиасты. Их несколько было. Да, там не один. Сняли короткометражку по игре. Даже этой игрой ты не назовешь. По мотивам PT. Label Teaser, если не ошибаюсь. Да. Группа энтузиастов, называющих себя «Oddest of the Odd», «Страннейшие из странных», сняла короткометражку, в основу которой лег PT. Играбельный тизер, отмененный Silent Hills, если вы вдруг забыли. Авторы фильма восстановили основные моменты из игры, включая фотографии, стоящие на тумбочках, телефон, радио, по которому передают новость об убийстве семьи и даже призрак Лизы. При этом локация, где происходят действия короткометражки, отличается от злополучного коридора из пяти. А если вы не в курсе, то все действия игры происходят, все действия пяти именно происходят в небольшом коридоре Г-образном. События фильма тоже разворачиваются в доме, но главный герой иногда поднимается по лестнице на второй этаж. Как он посмел? Почти всегда он это делает. Как он посмел? Не канон. Не канон, чего нельзя было сделать в игре. Наша цель – привлечь внимание Хидео Каджиме и Гильермо Дель Тора. Мы сделали это видео не только потому, что любим серию Silent Hill, но и потому, что очень хотим увидеть игру от этих людей, заявили создатели короткометражки. Я надеюсь, что они не увидят Silent Hill. Я надеюсь, что они это имеют в виду, что они хотят новую игру, потому что глупо предполагать, что торговая марка Silent Hill принадлежит Konami. Конами поссорилась с Кадзимой. Кадзимой вообще плевать на игры стала в последнее время в принципе. Блогер, YouTube-блогер. Конами? А, нет, не канон, а Кадзимой. Кадзимой YouTube-блогером стал. В общем, не, Кадзимой и Гильермо Дель Торо недавно вот общались на DICE-саммите. На DICE уже это было, да? Да. Когда они общались, рассказывали аудитории про работу, про вот это все. Мы даже, ну, у нас был выпуск посвящен этому, можете посмотреть, найти, очень интересно там. Они, возможно, сделают что-то вместе, возможно, кино, возможно, игру, но это точно не будет Silent Hill. Играбельный тизер Silent Hill представили летом 2014 года, однако позже издательство Konami без объяснения причин объявило об отмене проекта. Разработкой занимались Хидео Кадзима и режиссер Гильермо Дель Торо, а главного героя должен был сыграть актер Норман Ридус, которого вы все знаете, наверное, по двум кино-сериальным творениям. Это «Ходячие мертвецы» и «Святые струщев». Да. Вот. О том, почему Konami могла отменить Silent Hill, можно почитать. У нас на сайте есть интересная статья. Вообще, у нас есть сайт. Да, вообще. Заходите. Да. Заходите, там классные статьи. Вот. Олег Чемде рекомендует. Ставь большой палец, Олег Чемде. Вот. Я думаю, что Кадзима и Дель Торо что-то определенно будут делать вместе. Сейчас Кадзима занят проектом для PlayStation. Да. Сейчас что-то будет. Да, он договорился с PlayStation о каком-то новом проекте. Он даже, по-моему, писал или раскалка-то, по-моему, когда это DICE был, что он с Sony сотрудничает, потому что уже много лет у них очень хорошие отношения. В свое время игры Кадзима выходили на PlayStation, либо временные эксклюзивы были, либо вечные эксклюзивы, спустя годы выходившие на ПК, например. И так далее. И с Кадзима у них сложились за это время очень теплые, хорошие отношения. И сейчас они с Sony будут сотрудничать и будут делать новую игру. Что, в принципе, очень хорошо. Кадзима, если вы вдруг пропустили пару месяцев жизни и были заняты чем-то еще, то расскажу вам. Кадзима открыл свою собственную компанию. Она называется Кадзима Продакшнс. Так же, как и предыдущая его компания. Неожиданно. Да. У них зато новый крутой логотип. На этом, наверное, про эту новость я даже уже не знаю, что сказать. Посмотрите эту короткую метражку. Да, симпатичная. Она симпатичная. Я не любитель таких фанатских поделок, если честно. Обычно для меня они выглядят тухловато. Ну, плюс здесь, опять же, не канон, не большой. Да, не канон. И плюс это какой-то кадр. ФПС проседает в этом фильме. Это у нас проседает. Нет, нет. Ну и что? ФПС проседает в этом фильме, поэтому, ну, не знаю. Вот. Для тех, кто любит всякие фанатские фильмы, фанфики читать и прочее, я думаю, что это отличное времяпрепровождение. Выглядит все, ну, нормально, неплохо, скажем так. Да. Поехали дальше. К интересным ПК-новостям. ПК-новости, да. Да. И снова они. Студия Harmonix попросила у игроков помощи в переносе Rock Band 4 на ПК. Компания по сбору денег недавно началась на сервисе FIG. По словам разработчиков, некоторые наработки по ПК-версии Rock Band 4 уже есть. Однако, чтобы довести задумку до конца, нужно полтора миллиона долларов. Представитель Harmonix добавил, что в ПК-версии Rock Band 4 игроки смогут создавать собственные композиции, а затем заливать их в Rock Band Network через Steam Workshop. Вот так вот. То есть это вам не ерунда. ПК-версия включит в себя все появившиеся к тому моменту обновления. Разработчики уточнили, что в Rock Band 4 для ПК войдут 65 стандартных песен, а также 33 дополнительных композиции, доступные бейкерам. Ну, тем, кто занес денег. Всего создатели планируют добавить впоследствии более тысячи треков. Игра должна появиться на персональных компьютерах осенью из полтора-полторы миллионов необходимых разработчикам. Пока собрано 184 тысячи долларов. Уже больше. Уже даже больше. В районе 200 тысяч. В общем, ребята собирают на гитарке. Да, ребята собирают на гитарке. Там сейчас, собственно, две игры. Джей и Молчаливый Боб, которые недавно мы о которой рассказывали. Теперь там еще и Rock Band появился. Я, в принципе, не могу сказать, сколько он уже собрал. Сейчас мне прогрузится страница. Он собрал уже 226 тысяч из полутора миллионов. У него еще 233 дня. Я не знаю. Ну, то есть... Надо ли? Нужно ли? Для тех, кто играет, определенно нужно. Потому что тут возможность. То есть, тебе не надо ждать. Когда ты на консоли покупаешь, но раньше покупал, у тебя не было особо места развернуться, кроме как песен, которые тебе добавляют иногда из рабочих издателей. Теперь тут вариативность какая-то. Ты можешь хоть всю жизнь играть в этот Rock Band 4 для ПК и не париться. Вопрос в том, что для меня лично время этих таких игр, музыкальных, ритм-игр прошло уже несколько лет назад. И у меня уже как-то внутри ничего не шевелится. Когда появляется возможность, конечно, постучать по барабанам, там, не знаю, подергать пластиковую гитару или что-то еще. Просто, ну, для консоли эта штука работает отлично. То есть, люди развлекаются, играют. То есть, это пати-игра. Да, это пати-игра. Безусловно. Собираются люди и много раз мы играли в такую штуку. Играли на гитарах, барабаны, кто-то даже в микрофон пел. Это довольно весело. Даже если вы слов не знаете, можно просто мычать в тон музыки. Но если у вас слух есть, то вы можете ноты просто мычать, и этого достаточно. Вот. Но для ПК, ну, то есть, ПК обычно представляется, знаешь, такое личное устройство. Ты вот один сидишь на своем компьютере. Нет, но ПК, понятно, что это не пати-устройство. Вот, да. Питерон не соберешься перед ПК. Нет, ну, можно, естественно, с условиями разными там подключить к телевизору и так далее. Мне интересно. Нет, для ПК это уже для таких людей, которые вот, ну, есть очень много пользователей, любят вот, ну, не пати, не как пати-гейм использовать, а в одиночку вот сел и начинаешь там развлекать себя. вот почему-то Тима Шейфер кормил. Не знаю, какой. Ну, Тим Шейфер был покормлен макарошками. Блин, сразу кушать хотелось. Вот. Желаем удачи Rock Band 4. Если вы заинтересованный пользователь, то вот вам дорога нафиг. 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 Обожаю. Вот. Можете... Да, Тим Шейфер поучаствует у нас у них в ролике. Это, значит, залог успеха. Значит, они точно соберут свои деньги. Главный пиарщик. Да, главный пиарщик. Знаешь, он уже превращается в габена такого. Только кикстартерного. Кикстартерный габен, да. Пойдем дальше. Разработчики игры Шерлок Холмс The Devil's Daughter показали мистический трейлер. Мистический, потому что его не существует. Мифический. Да, мифический. Мифический трейлер. Студия Frogwares представила кинематографический трейлер Шерлок Холмс The Devil's Daughter. В ролике главный герой игры, сыщик Шерлок Холмс, как вы могли догадаться, оказывается в центре мистических событий. Трейлер начинается с того, что Холмс выходит из своей квартиры на Бейкер-стрит и видит странную девочку на дороге. В какой-то момент... А давай я буду сейчас подожду, чтобы пересказывать трейлер. Догоню трейлер словами. Нам пишут, что у нас рассинхрон. Да что за магия? Не знаю. Да не страшно. Странно, а почему это? Не знаю. Но я тебе свое предположение уже высказал. Мне кажется, именно поэтому. Ну, из-за того, что ты по темьюеру, что ли? Нет, нет. Из-за того, что два потока. А, понятно. Да не, это не из-за этого точно. Мы раньше пускали три потока и все было нормально. Ну, а вы тут вот... Ну, нет, нет, скорее всего из-за... Ну, фиг знает. Мы не знаем почему. Дайте смотрю. Посмотрим. Сейчас. 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 Воу-воу-воу. Сейчас, секунду. Вы пока смотрите трейлер. Эх. Смотри, сразу резче побежало. Да. Да, давай, продолжим. Все нормально стало? Ну, смотри, у нас фпс повысился. Фпс повысился. Великолепный. Я продолжу читать описание трейлера. В какой-то момент ребенок убегает, а сыщик старается ее догнать, но ничего не выходит, и без того узкий переулок еще больше сужается, а на лестницах возникают препятствия. В конце трейлер рядом с девушкой появляется женщина в черном, похожая на саму смерть. Вау. Вот он. Мотыльочек. Да. Шерлок Холмс Девилс Доттер, поклонников творчества Артура Конан Дойля, ждут пять детективных историй, о расследовании которых Шерлоку Холмсу поможет его верный друг доктор Уатсон. Игра появится 27 мая на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Да. И это не новая DMC. В смысле? Ну, очень. А, в стиле. Мы уже рассказывали. Картинка в стиле DMC. Что? А, серия игр про Шерлок Холмса от украинской студии Frogwares довольно хорошая и, наверное, можно поддержать рубулем, потому что квестов сейчас не очень много и это действительно неплохой очень представитель жанра. Ну и трейлер интригует, может там мистика будет. Что постримим? Ну, посмотрим. Выстримим всех дьявольских дочерей из этой игры. Посмотрим. Да. Если она будет мистической, может быть даже ее... Изгнание стримом. Изгнание стримом. Да. Отлично. Нет, не отлично, а элементарно. Элементарно. Элементарно, Watson. Поехали дальше. Поехали. Дальше у нас... Hitman. 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 I.O. Interactive представила трейлер. Как неожиданно. Опять вал трейлеров, да. Довольно, кстати, годный трейлер. Да. Знакомящий игроков с локациями из первых трех эпизодов Hitman. Пока Агент 47 делает свою работу в Париже, Италии и Марокко, за кадром играет песня Man Today группы Health. В ролике показали разные игровые ситуации и перестрелки, а также героя замаскированного под военного в бронежилете, под повара в фартуке, охранника и обычного горожанина. В этом сезоне Hitman нас ждут семь эпизодов. Первый появится 11 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Семь уже? Да. Было же шесть. Ну вот так написано, что семь. А, окей, ну круто. Семь. Я пропустил момент, когда их стало больше. Появился еще один, да. В этом сезоне… Остальные шесть будут выходить на протяжении всего года. Вот так вот. То есть 11 марта первый и шесть. И еще шесть остальные. Но мы, в принципе, стримили Hitman. Да, ребята стримили Hitman, творили все, все, что можно там творить. То есть прошли по-нормальному, прошли по-тихому, перебили просто всех. Когда, кстати, начинаешь… Вот я уже рассказал в одном из эфиров. Когда начинаешь всех убивать… В лучших традициях серий. Да. Когда начинаешь всех убивать, игра как-то перестает нормально работать. Типа не наказывает. Ну, то главное, что не наказывает вообще никак. Ну, то есть я надеюсь, что это из-за того, что это была бета и все-таки тренировочная миссия. Ну, да. Дальше должно быть, да. Посерьезнее это все. Все будет нормально. Но максимум, что можно сделать, это просто тебе будет табличка вывешиваться. Типа вы играете плохо. Вы плохой мальчик. Уходите, пожалуйста. Перестаньте. Игра будет удаляться с вашего ПК. Да. Вам больше нельзя в Hitman. Вот, все. Да. И не допустят к следующим контрактам. Вот так. Было бы забавно. Да. Ждем нового Hitman. Он интригует в лучших традициях серии, как пишет игромания в своей цитате в трейлере. Вы можете это увидеть. Да. Она похожа, я так понимаю, больше на Bloodmoney из того, что я видел, чем на Absolution. Хотя мне, честно, Absolution нравился по тому, как он построен, потому что это было необычно, свежо. Я имею в виду, чтобы в Hitman не появился сюжет, который ведет тебя. То есть, появилось то, за что, в принципе, можно ругать игру, что она стала более, то есть, менее вариативной и более рельсовой. Такой в некоторых местах тебе просто надо там бежать куда-то или там прыгать, ползать и так далее. Но мне это понравилось, потому что для Hitman это было необычно и появилась какая-то новая фишка. Но многим почему-то не понравилось. Вот. Меня больше смутило, я говорил, что я забросил вообще прохождение Absolution. Еще когда ты надеваешь полную маску себе на лицо, тебя все равно палят. И в этот момент я такой, что за бред? Здесь это поправили? Но здесь тебя может узнать, скажем так, только начальник бригад. Ты переодеваешься, например, в строители, а остальные строители тебя не узнают. Но начальник бригады тебя узнает, потому что он ругает. То же самое с полицейскими. То есть, тебя какой-то там главный полицейский узнает, но все остальные могут не узнать, потому что мало ли ты там из какого-нибудь другого отдела. То есть, в демке в закрытой бете, или как это называется, там вот такие моменты были. То есть, там тебе отмечается человек, который… Но это, правда, показалось немножко что-ли читерским, что ты можешь, во-первых, просвечивать все кругом. Ну, это уже другой вопрос, да, про паучье чутье, которое у тебя появилось. Орлиное зрение. Орлиное зрение, да. Ну, посмотрим, как это будет работать. Его, в конце концов, можно отключить, конечно. Ну, и много нюансов в бете, то есть, много мелочей были. Да, много нюансов. Интересно. Интересно сделано. А вот. Давай что-ли дальше. Поехали, да, к следующей новости. К технологиям. Вутинг. Вутинг. Мне очень нравится это слово. Погадал первую аналоговую механическую клавиатуру. Вы просто вдумайтесь. Аналоговую. Первую аналоговую механическую клавиатуру. Где же все были-то до этого. Голландская компания Вутинг представила первую в мире аналоговую механическую клавиатуру, способную оценивать силу нажатия кнопки. По словам разработчиков, Вутинг One в некоторых случаях сможет заменить геймпады и другие специализированные игровую периферию. В отличие от обычной клавиатуры, обычных клавиатур, у которых кнопка может быть либо нажата, либо нет. Вутинг One позволит управлять героем силой нажатия клавиш. Для понимания, например, сейчас для консольных геймеров объясню. Это как детям. Сейчас объясню. Аналоговое нажатие, это как курки, например, на джойстиках. Или сами кнопки. Стики сами. И сами кнопки тоже. Понимаешь? Сами кнопки тоже. Какие? Они тоже имеют нескольких степеней нажатия. Нет, не стики, а кнопки. Кнопки. Квадрат, треугольник, кружок, крест. По-моему, они 1-0 имеют. Не, можешь сильно нажать. Ну ладно. Нажать-то ты можешь сильно, но работать они будут как Я потом тебе расскажу пример один. В общем, как курки, если быть, ну это более понятно будет. Как курки, которые вы можете чуть-чуть нажать и посильнее, посильнее и так далее. Это обычно влияет на там и аналоги, которые вы можете отклонить дальше. Ну, с аналогами проще, потому что они аналоги. На то они и аналоги. Да, на то они и аналоги. Соответственно, тоже степень нажатия учитывается, что обычно в клавиатурах не учитывается за ненадобностью. К примеру, в гоночных симуляторах для поворота на небольшой угол можно будет лишь слегка нажать клавишу и удерживать ее так, имитируя небольшой угол поворота руля. Утинг Ван не будет цифрового блока клавиш, зато будет светодиодная подсветка. Не будет этого, зато будет, не знаю, корона у тебя на голове. Зато будет играть музыка. Да, да, зато будет играть музыка. Как удалось выяснить пользователям Reddit, распознавание силы нажатия будет работать только для 16 самых актуальных в играх клавиш. Q, W, E, R, A, S, D, F, курсора, Ctrl, Shift, Caps, Lock и пробела. Датчики смогут распознавать 256 состояний нажатия, а аналоговый режим можно будет отключить, превратив Путинг Ван в обычную механическую клавиатуру. Ура! Мы все об этом мечтали. Это примерно как играть в эмулятор змейки с Нокии на айфоне. Вот так. То есть вы можете купить себе айфон позолоченный за 150 тысяч и играть на нем в змейку. Да. Именно для этого покупать. Я что хочу сказать. Мне очень интересно попробовать эту клавиатуру. Мне интересно, но мне кажется, у такого заядлого ПКшника будет очень долгое привыкание. Потому что ты всю жизнь долбил эту кнопку и привыкнуть к тому, что можно там мягко как-то нажимать будет сложно. Потому что тот, кто держал джойстик, они начинали в принципе вот это понимать, что есть разная градация со стика. Тут вопрос не в понимании. То, что есть разная градация. Но это... Как будто пока юзеры какие-то отсталые. Нет, нет, нет. Дело не в отсталости. Они тоже в руках джойстики держали. Да. Но кнопки не держали. Тут вопрос именно в том, что даже если я сяду, ну то есть я тоже играю на джойстиках много, я знаю, что... Мне не очень понятно чисто физически, насколько это будет удобно. То есть это как в машине условно, педаль газа, которую ты должен нажимать не до конца. Но там ты сидишь, тебе удобно, там вот нога у тебя, а здесь ты рукой должен как-то зависнуть. Вот, а у тебя здесь палец. Я хочу поэтому пощупать, потому что мне важно как это физически, на физическом уровне будет. Нет, со временем привыкнешь. Не будет ли болеть там кисти и так далее? Вначале будет тяжело, вначале будет тяжело. Вначале по привычке будешь бить как обычно. Вот, в общем, любопытно, я бы сказал так. Любопытная клавиатура, хочется потестировать. Да, но скорее всего она будет супердорогая. Тут не было цены. Нет, цены не было, только про 256 в состоянии нажатия. Но подождем, цена наверняка появится в ближайшем будущем, и мы сможем обсудить, купить или продать почку. Да. Более предметно. Поехали дальше. Да, новости кино за тобой. Отлично. За мной новости кино, которые многих фанатов обрадуют. Фанатов темной башни. Да, известного графомана Стивена Кинга. Дело в том, что темную башню преследует какой-то темный рок. Очень давно хотят ее экранизировать. Потому что книга... Некоторые считают, что наоборот. И поэтому очень переживают, что никак эту книгу никак не могут экранизировать. Но актер Идрис Эльба, который вы можете помнить скорее по Прометею, чем по Лютеру. Ну почему, сериал Лютер довольно неплохой. Ну, мне кажется, по Прометею... Ну, Прометей более известен, но более популярен, но тем не менее. Вообще, человек с таким именем и фамилией, мне кажется, в принципе... Идрис Эльба, да. Да, великолепно. Великолепно, да. И Мэтью МакКонахи, который Интерстеллар и настоящий детектив, сыграют в экранизации Темной башни. Первый исполнит роль Стрелка, а второй переплодится в злого волшебника Рэндалла Флэга. После того... Мэтью МакКонахи в роли злого волшебника, что может быть прекрасным. Он и так, мне кажется, по жизни злой волшебник, посмотри на его лицо. Ну, а тут такую фотографию выбрали, что да, он... Вообще, я не ошибаюсь, но Стрелок, по-моему, должен быть белый. Нет, Стрелок чернокожий. Чернокожий, да? Да. Ну, не знаю, тут есть арт, и в нем есть Стрелок, и он с белой кожей. Я почему-то всегда думал, что Стрелок чернокожий. Я честно признаю, я не читал. Я много слышал, но... Не, знаешь, я такой... Ну, там, в очередной раз я на какой-то там встрече с друзьями, там что-то, Стивен Кинг, что-то, что-то. И я такой, не... Они такие, да почитай. Ну, мне нравятся фильмы по Стивену Кингу какие-то, там, например, Мгла, там еще что-то, ну, Побег из Шаушенко. И я такой, ладно, хорошо. Я просто, ну, как... У него просто есть очень много фильмов, очень дерьмовых по его книгам, и они действительно, там, не знаю, грузовики-убийцы, там, и так далее, что-то в таком духе. Вот. Я такой, окей, я просто, ну, и так как у него, он реально графоман, он пишет там просто, у него книг там сотни, мне кажется, ну, не знаю, ну, несколько десятков точно. И я такой, ну, ладно, сейчас я сделаю хитро. Я пойду на Википедию и посмотрю, какая лучшая книга у Стивена Кинга, по мнению, ну, и не только на Википедии вообще, и прочту ее. Захожу, значит, и такой, прям, там, на первую, чуть ли не первая строчка была написана. Стивен Кинг считает, что, блин, лучшая книга – это «Темная башня». Вот, вот, вот он считает, что это вообще топчик. Ну, да, да, да. Я такой, супер. Я хотел просто сначала «Мглу» читать, потому что она мне более интересна была. Ну, там, «Мгла», я не помню, по-моему, она книга как-то по-другому называется, но не суть. Я начинаю читать «Темную башню» и такой, когда же станет, интересно-то, когда чушь-то кончится, это, ну, в общем… Может, ты просто не проникся. Да, я абсолютно не проникся. Я абсолютно не проникся «Темной башней», и все фанаты «Темной башни», а их много, они меня ненавидят люто. Потому что, реально, я считаю, что, ну, ерунда, да, какая-то. Ну, то есть… Ну, мне что-то кажется, что что-то перепутано. А главное, мне рассказал, я не помню, кто Ваня или кто-то, концовку, и я такой, господи! И все ждали там… Потому что, да, походу, все-таки перепутали в новости. Потому что… Смотри… После того, как автор цикла «Темная башня» Стивен Кинг сообщил об этом в Facebook, между писателем и актерами произошла следующая беседа. Официально, Стивен Кинг в Твиттере пишет… Официально, человек в черном пытался укрыться в пустыне, а стрелок преследовал его. Да. Да, получается, нет, все-таки все правильно. Все правильно. Потому что потом Идрис Эльба пишет… Макконахи, у тебя появился еще один последователь или преследователь, что больше соответствует сюжету книг. То есть, Идрис Эльба – стрелок, преследователь. Да, все нормально. Мне почему-то помнится, что стрелок чернокожий. Может, я не прав, но не важно. Ну, в общем… Теперь он чернокожий. Да. Делывает… И Макконахи отвечает ему, поймай меня, если сможешь, буду ждать с нетерпением. «Темная башня» – цикл из восьми романов Стивена Кинга, восьми сезонов. Сюжет повествует о члене древнего рыцарского ордена стрелков Роланде, который пытается отыскать центр всех миров – «Темную башню». Той же целью одержим волшебник Рэндалл Флэг, за которым гонится стрелок. Какую из восьми книг будут экранизировать, пока неизвестно. Первый фильм должен выйти на экраны в январе 2017 года. Хочешь концовку расскажу? Мне кажется, нас прям сожгут сразу. Люди просто разобьют, знаешь, как гифка, ааа, джжжж, пробивают монитор. Вот примерно так же. Но ты бы расстроился, если бы знал? Мне бы плевать, потому что я не начинал читать… Хорошо, значит, я тебе тогда только скажу. Давай, не слушайте. В общем, суть в чем, он идет в «Темную башню», да? И когда он до нее доходит… Ну, это логично. Нет, ну, то есть да, ну, нет, ну, блин… Это insert another coin, короче, да, to continue. Да, да, типа того, и, в общем, поэтому я подумал, что, причем все очень ждали этого финала, и понимаешь, что я такой, эээ, вот, ладно. Что? Рассказывай, пишут. Рассказывай, нет, все, я все узнал. Прочитайте в интернете, Паша все узнал, да. Вполне, вполне нормально. Вот, и тема дня сегодня расскажет вам о ненужном девайсе, который... Ты прошептал мне на микрофон, так что все равно... А, я тебе прошептал на микрофон, да? Да. Все это слышали. No! Я вас предупреждал заткнуть уши. Я не хотел, честно, я думал, что не будет слышать. Все равно почитайте, там наверняка что-нибудь интересное происходит. Да, да, я, может, ошибся, все может быть не так, на самом деле. Вообще, если вы сами не прочитаете, вы не... Вот это, кстати, сейчас... Я даже не читал, мне рассказали, а может быть это было неправда. Перед... Перед этой... Следующей новостью я вот такой момент хочу про спойлеры, он меня всегда интересовал. Вот смотри. Я очень не люблю спойлеры. Нет, вот подожди, вот ситуация. Ситуация. Ну вот, поэтому поговорим. Фильм. Я поудобнее сяду. Кто-то... Ты не видел фильм. Да. Ты не знаешь, что там происходит. Да. Кто-то в комментариях... А, ты посмотрел обзор. Он состоит из кадров, ты думал, трейлер, трейлер. И кто-то приходит и в комментариях пишет, вот этот момент из трейлера это спойлер. Зачем вы спойлерите? Вот кто в данный момент спойлерит? Тот, кто... Ведь ты не видел фильм. Ты не знаешь, какой момент из трейлера где находится в фильме. Ты можешь только предполагать. Следовательно, для тебя картина фильма еще не сложна в едино. Ты не знаешь, что есть спойлер. А человек, который пришел в комментариях и обвиняет автора роликов... Человек недальновидный, я бы сказал так. Он тебе впрямую говорит, что этот момент это спойлер. То есть, получается, тот, кто против спойлеров, сам спойлерит сюжет. Да, это абсолютная глупость. Потому что я, когда смотрю трейлер, чаще всего, если трейлер хороший, хорошо смонтирован, а не тупо как фильм, просто подряд сложные кадры, то ты даже не думаешь о том, что из этого спойлерит, что нет. Ты не знаешь. Для тебя еще не сложная картинка. Есть другие проблемы с трейлерами. Понимаешь, ты все равно не знаешь сюжета. Вопрос в том, что если трейлер очень запоминающийся, то у тебя в мозгу могут осесть какие-то кадры, которых ты будешь ждать. И так было, знаешь, так было у меня с фильмом «Я легенда». Там есть сцена, где вот эти... Ты смотрел? Да, да, да. Страшные твари рядом с его лицом, что-то на него кричат. Да, да, да. Это вот куска нет в фильме, потому что это из альтернативной концовки. И я весь фильм ждал этого момента. Я такой, ну где? Ну где? Ну где? И этого момента не появился. Я такой, меня обманули, знаешь. Что-то тут не то. Это тот фильм? Я пришел в тот кинотеатр? Потом я узнал про альтернативную концовку фильма. Ну а сейчас тоже некоторые. Это, по-моему, то ли с «Айронменом», то ли с «Мстителями» был такой момент, где в трейлере показывался кадр, который потом в последующем... Он даже не то, что в альтернативную, его в принципе не было в фильме. И он очень запоминающийся. Я вот не могу вспомнить момент, но помню, что совсем недавно было такое. Ну и плюс второй момент про спойлеры. Опять же... Так а что ты хотел узнать? Это плохо или хорошо или что? Нет, в смысле... Нет, ты просто приводил пример. Я думал, вопрос будет в конце. Нет, это не вопрос. Я хотел обратиться к людям, которые делают так. Не делайте так. Вы спойлерите. Человек, который первый, допустим, смотрит обзор, и в этом обзоре не говорят ему, какой кадр к чему. То есть ему впрямую не говорят, что убийца там... Садовник или не показывает... Убийца там Кайло Рена. Да, и не показывает прям лицо Кайло Рена и говорит, вот это убийца. Это не спойлер. Если вы увидите какой-то кадр и уже ходили на фильм, и понимаете, что это кадр там где-то из финала, то если вы скажете об этом, люди узнают, вы спойлераст, а не кто-то другой. В общем, крик души у Паши был. Я думал, у нас будет серьезные беседы про спойлеры, а ты просто хотел поябедничать. Нет, просто люди, которые обвиняют других в спойлерах, получается, сами спойлерят. И второй момент как раз из серии, из серии, что ты мне сказал или вы где-то услышали. Опять же, если вы еще не видели фильм, не читали книгу, откуда вы черт узнаете, что это спойлер? Я спойлерю сейчас эпизод 8. В конце Чубака убивает всех. Подожди, это ты о чем вообще? Вот Звездные войны эпизод 8. Я сейчас говорю спойлер. Чубака убивает всех. Почему не могу? А откуда ты знаешь? Вот ты сейчас сказал мне концовку темной башни. Темная башня уже написана. Окей, но я-то об этом не читал. Я не могу сказать, условно я не знаю. Темная башня существует физически в этом мире, а Звездные войны эпизод 8 не существует физически. Ты не понимаешь, ты не знаешь этого. Может быть я его уже видел. Откуда ты знаешь? Паш, давай к теме дня. Ну в чем это рассуждение? Ну это не серьезно. Ты говоришь про то, что я тебе заспойлер сейчас восьмой эпизод, скажу, что Чубака всех убьет, но в восьмом эпизоде невозможно заспойлерить то, что не существует. Потому что фильм не смонтирован. Ты сценарий не видел. Подожди, подожди, остановись. Ты смотришь слишком... Я тебе описываю ситуацию условно, а не факт. То есть ты мне... Так описывай на реалистичных примерах. Зачем ты мне берешь примеры того, чего не существует? Я не читал книгу. Хорошо. Ты мне говоришь спойлер о концовке, но я не читал книгу, и поэтому я не могу с точностью тебе верить. Вот я об этом говорю. То есть если вы услышали какой-то спойлер, вы не можете до конца верить этому факту, потому что вы еще не видели фильм. Возможно вас обманули. Понимаешь, ты сидишь, у тебя в голове вот это... Ты ждешь этого момента, когда произойдет этот спойлер. Мне спойлерили «Звездные войны», но я по этому поводу не пережалов, потому что я не видел фильм. Я вообще не знаю, как оно там все развивается. То, что вам сказали концовку, ну окей, но там в фильме еще два часа фильма. Я понял, к чему ты клонишь. Я просто сейчас без примеров скажу, потому что суть я понял, но ты почему-то начал примеры приводить, а можно было просто сказать, что важен путь к финалу, а не финал. Вот что вы хотите сказать. Не сам спойлер, а то, как развивается сюжет. Я не согласен с Павлом, потому что... Опять же не факт, что вам сказали спойлеры. Я не согласен с того, и знаешь почему? Потому что тут зависит от каждого человека отдельно, от его отношения к спойлеру. Это да, конечно. Я не люблю, я узнал, что, не знаю, Снэйп убил Дамблдора, и я был расстроен. Я не хотел этого знать. Я хотел прочитать это в книге, чтобы у меня челюсть отвисла, когда я это прочту. А когда я знаю, я просто читаю книгу от начала до момента, когда его убьют. Просто вот, и думаю, сейчас, вот сейчас интересно, или не сейчас. Это невозможно, на самом деле это мука. Но такие моменты, которые в середине происходят. Нет, ближе к концу происходят. Но ты все равно сидишь и все время об этом думаешь. А вот он это сказал, а он же умрет. Но он об этом еще не знает. И вот ты начинаешь себя накручивать. Веселуха по полной. Ладно, перейдем к теме дня. Давай, поехали. Она уже не такая интересная, как то, что мы сейчас обсуждали. Как спойлер. Соня подтвердила, что... Соня подтвердила, что... Соня подтвердила, что... Соня подтвердила, что PlayStation TV, это приставка к телевизору, которая умеет даже немножко в игры, была снята с продажи в конце 2015 года в Америке и Европе. Про Азию с Азией пока все хорошо, но это вопрос времени. PlayStation TV запустилась в Японии в ноябре 2013 года, потом она появилась в 2014 году в октябре в Америке и чуть позже в Европе. Она стоила всего на запуске 99 долларов, потом на Амазоне можно было ее купить за 50 долларов, даже меньше. В общем, она не взыскала, не имела популярности, как, например, тот же Apple TV или еще схожий, потому что, ну, вообще, я даже не знаю ни одного человека, у которого, а хотя нет, по-моему, кто-то мне говорил, Еворг, что ли, или кто-то, у него есть PlayStation TV. Я даже не уверен, что он ее сам покупал. Непонятно, да, но зачем оно было нужно? Ну, они выпустили, хотели, может, завоевать рынок Android-устройств, вот таких, привязок к телевизору. Насколько я помню, она имела внутренности от PS Vita. Да, в этом и проблема, что там, да, сложности с внутренностями, и вообще непонятно, немножко было непонятно, зачем ее покупать тем, кто играет в игры, и тем, кто даже не играет в игры. То есть те, кто играют в игры, у них есть уже консоль или ПК, а те, кто не играет, им вообще плевать, они пойдут, купят Apple TV или вот этот приблудо андроидовскую, типа Chromecast, да, вот, и поэтому не удалось, и они решили очень быстро все свернуть, зачем как бы мучить, ну, мертворожденный почти что проект. Магазин в нем будет пока что работать, внутри, ну, покупки, но я думаю, что в скором будущем все это свернут. Не зашло, не полетело. Да, я не знаю, я вот хотел, забыл сказать, что для темы дня она слишком грустная, и мне даже сказать нечего, потому что вот PlayStation TV, я такой, знаешь, иногда спиной думаю, ой, надо бы, типа, посмотреть, что вообще, вот, и теперь уже даже и не посмотришь, потому что, ну, я вот думал даже в какой-то момент ее купить себе, а потом думаю, зачем? У меня есть, типа, ПК, у меня есть планшет, у меня есть, типа, консоль, у меня есть Apple TV, в конце концов, у меня есть. Я такой, и куда я приткнул вот этот несчастный девайс, который, ну, реально, ни к селу, ни к городу, вот, но, к счастью, Sony сориентировался и просто сворачивает. Ну, я, на самом деле, сначала... Жалко, что они деньги на это потратили. Да, да, зачем вообще выпускали? Ну, то есть не очень понятное устройство, и теперь от этого не очень понятного устройства отказываются и вообще о нем не вспомнят. Да, я хотел сделать темой дня темную, темную башню. Черную, темную башню. Черную, темную башню. Ну, она и получилась у нас темой дня. Да, у нас получилась тема дня, а это такой, знаешь, по скриптум. По скриптум прощаемся с PlayStation TV. Да, PlayStation TV могла проигрывать игры с PlayStation, ну, многие игры с PlayStation Vita и некоторые с PlayStation 1 и PSP. Вот, через Remote Play можно было использовать, ну, стриминг PlayStation 4. Ремоут Play. Ну, тоже зачем тебе ремоут плейить игру, консоль, которую ты просто можешь тупо подключить к телеку. Ну, это такие очень редкие случаи, когда это может пригодиться, если у вас там трехэтажный дом, и на втором этаже у вас PlayStation, а вы не хотите с третьего спускаться, и поэтому... Ну, мне кажется, если у вас трехэтажный дом, то у вас на каждом этаже будет PlayStation 4, если вы захотите. Поэтому тоже не нужно, не нужно. И, да, там был еще PlayStation Now, который позволял стримить игры с PlayStation, игры PlayStation 3 через облако. Ну, тоже, ну, не взымело успеха, потому что, ну, в таком случае, ты когда... Лучше, чем купить такой девайс, накинуть еще, условно, сотню долларов там в Америке и купить себе уже консоль. Ну, то есть... Угу, угу. К сожалению, не удалось у ребят что-то с этим девайсом придумать. Не полетело. Да. На этом, наверное, можно заканчивать. Ты... У тебя же нет в PlayStation, игры, да? Нет. Нет. Я имел... Ты не рвал ночью на себя волосы, когда ты усынулся. Зачем я ее купил? Телевизоры не нужны, как гласит наша присказка, и это чистая правда. Особенно PlayStation TV. Да, да. К сожалению, это так. Спасибо, что смотрели сегодня, этого прекрасного 3 марта. Мы для вас с Пашей немножко рассказали про Темную башню. Заспойлерили. Немножко рассказали про ПК и Mass Effect Andromeda. И завтра расскажем еще что-нибудь интересное. Захар передает вам привет. Мы с Пашей прощаемся с вами. Увидимся сегодня. Будут стримы. Скоро распространение на конкретно сегодняшний день обновится. Это связано с некоторыми трудностями в организации сегодняшних стримов. И плюс будет один новый. Да. Поэтому мы пока его не анонсимаем. Там напишем, в общем. Ориентируйтесь на 4 часа, друзья. Да. Вот. Приходите. Всем спасибо. С вами были Павел Болоцкий, Артаус Кмурадян и ребятки. Уэстэшн ТВ. Нет, и ребятки. Вот. Увидимся. Всем спасибо. Всем пока. Эта рука должна выключаться. Эта рука должна выключиться.